Командир построил роту по стойке смирно, достал из кармана носовой платок, подошел к одному солдату и стал вытирать ему нос и говорит. А это рядовой Иванов, я делаю по просьбе вашей мамы. Мужика ругаются в автобусе, первый кричит. Скажите, а что ваша рука делает в моем кармане? Второй отвечает. Спички ищу. Первый продолжает. Могли бы попросить. Второй расстроена. Я постеснялся. Два друга общаются в школе, первый спрашивает. Ну как выживает твоя собака? Второй отвечает. Хорошо, она меня прекрасно понимает. Когда я прихожу из школы, она сразу же лезет в мой портфель, достает из него дневник и прячет его под кровать. На рынке покупатель спрашивает продавца. Скажите, а килограмм ваших огурцов в этот пакетик поместится? Продавец посмотрел и отвечает. Поместится. Мой килограмм, и не в такие пакетики помещались. Подходит дочка к маме и говорит. Мама, мне Сергей сделал предложение. Мама радостно отвечает. Правда? И что же ты ответила? Дочка продолжает. Не знаю еще. Он предлагает на выбор, переспать либо у него дома, либо на природе. Одного из американских генералов-журналисты спросили. Возможно ли простить террориста? На что он ответил. Бог простит. Наша задача организовать их встречу. Сильно опоздавший Вовочка стоит перед учительницей. Она и спрашивает. Что случилось? Мальчик отвечает. На меня напал вооруженный бандит. Учительница взволнована. Боже. И что он сделал? Вовочка довольна. Отнял домашнее задание. Жена упрекает мужа. Вот ты приходишь домой, ужинаешь и сразу командуешь. В койку. Нет, чтобы поговорить о прекрасном, об искусстве, о душе, о Шостаковиче. На следующий день муж приходит с работы и спрашивает. Слушай, жена, а ты Рембрандта читала? Жена подумала и отвечает. Нет. Муж быстро говорит. Тогда бегом в койку. Препод Мехмата принимает экзамен. Ставит студенту тройку. Студент расстроенно говорит. Сергей Яковлевич, поставьте мне, пожалуйста, двойку, я тогда потом смогу на пять пересдать. Преподаватель задумывался и говорит. Хорошо, вот вам задача. Решите два, не решите три. Если вас достали тараканы, не отчаивайтесь. Заведите у себя клопов и скажите им, что тараканы зовут их краснопузами-недоносками и хотят приватизировать их диван. А тараканам скажите, что клопы называют их лицами усатой национальности, которым место под раковиной, а они обнаглев, расползались по всей квартире. Ну а дальше совок и веник с добиванием раненых.